Саламы, дорогие! Сегодня мы поговорим о чудом творении Surgood Games, которое выпустили в 2021 году кооперативный хоррор Hellcoming. Полноценный ли это хоррор? Конечно же нет. Как всегда, это пара скримеров, а в целом весело, но коротко. Обо всём по порядку. Сюжет игры достаточно банален и прост. Вы группа специалистов по очистке зданий от осквернения. Ваша главная задача ослабить демона и вынести основной артефакт, который является его силой. Звучит всё достаточно просто, но на практике неполной пачкой в 4 человека сделать это достаточно проблематично. В целом тут умеем адскую смесь фосмофобии, пассифай, девор, демонологист и многих других подобных проектов. В каждом из них есть свои фишки, бесспорно, но именно Hellcoming позволяет сосредоточиться на процессе. Да, пугалка бегает и летает по локациям, но в целом её можно отвлекать, убегать от неё и иногда прятаться, пока ваши тиммейты будут зачищать осквернение. Разработчики добавили сюда элементы уборки, как всякие PowerWash-симуляторы, а именно ваш арсенал состоит из следующих предметов. Пылесос. Собирает любые жидкости и имеет ограниченный объём бака. Щётка. Очищает все виды грязи, но пачкается после нескольких уборок. Ультрафиолетовый фонарь. Выжигает насекомых и скверну, но перегревается во время работы. Шокер. Убивает существ среднего размера и имеет ограниченное количество снарядов. Склянка. Крупкая бутыльца специальной жидкостью, которая легко тушит огонь. Сканер. Сканирует всю локацию и выводит на монитор прогресс зачистки. Детектор ЭМП. Помогает вам обнаружить демонические объекты и существ. Медстанция. Создает инъекторы для лечения раненых игроков. Видеокамеры. Позволяют наблюдать за некоторыми комнатами через монитор из вашего фургона. Очень жалко, что игра имеет всего два уровня, но что же вы хотите за 133 деревянных? И да, это фулл прайс. Со скидкой ещё меньше. Но приключения на пару часов вам с друзьями точно обеспечены. Комнат много. На одной из локаций два этажа. Объектов, с которыми надо повзаимодействовать, приличное количество. Поэтому важно работать в команде и не заниматься фигнёй. Использованные предметы не стоит разбрасывать по карте, так как это в будущем создаст большие проблемы. Выдаётся ограниченное количество инструмента. Сломанный или заполненный грязью надо утилизировать, поэтому тут важно понимать, где вас схватили и подбирать упавший лут сразу. Поимка вас демоном, помимо скримера, ничем особо для вас не опасна. Вы очнётесь около его алтаря, в так называемой тюрьме. Выйти вы сможете только благодаря товарищам, с другой стороны двери. Они же вам могут принести медицинский шприц, чтобы восстановить хп и продолжить быстро бегать. В игру добавили полоску стамины, которая имеет обычай кончаться в самый неподходящий момент. Иногда даже за пару метров от выхода. Чем больше скверны вы очистите, тем агрессивнее будет демон. Под конец он вообще может не давать вам проходу, но в целом играбельно и интересно. Плюс ко всему прочему, вам всегда необходимо смотреть под ноги, потому что по рандому генерируются ловушки, останавливающие вас или же ослепляющие. Выжигается всё ультрафиолетом, поэтому у нас всегда был ответственный в команде за этот девайс. Да, игра содержит баги, иногда напрямую влияющие на геймплей, но впечатление оставляет в любом случае положительное. Подумаешь, что дверь отображается как закрытая, но по факту открыта. Подумаешь, что вы не можете выбросить нормальный девайс, он начинает отдаляться от модельки игрока и лагать. Всё это мелочи, которые добавляют фана в такого стиля кооператив. Четыре вида моделек персонажа, которые иногда после выбора будут одинаковыми. В качестве развлечения на вечер с тремя друзьями очень даже советую. По сложности и порогу вхождения тут всё гораздо лучше, чем в тех же Pacify и The War. Приятным дополнением, как всегда, станут ачивки, которые в целом получаются не так уж сложно. Собирательные, а это сбор уточек и шариков, являются самыми противными, но в целом выполняются достаточно быстро. Свой ценник игра полностью оправдывает, про графику ничего не говорю, так как в целом такие игры не про картинку, а про процесс. Играть комфортно, весело и забавно. Если искали что-то похожее, смело берите. Советую. А на этом на сегодня всё. Как обычно, играйте в хорошие игры, поддерживайте разработчиков и годные проекты. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и делитесь видео с друзьями. Впереди нас ждёт ещё много интересного. Всех обнял, приподнял, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok